Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели! Мы очень и очень скучаем. Но вы знаете, сейчас мы все должны быть на карантине. Но мы придумали, как нам встретиться с вами. Вот так, виртуально. Мы хотим предложить вашему вниманию небольшие сказочные истории, северные сказки. Дорогие мамы, вы можете на несколько минут оставить ваши дела и связь вместе с детьми, ведь взрослые тоже любят сказки. Ребята, усаживайтесь поудобнее. Наши сказки для детей дошкольного возраста. Я думаю, что и младшие школьники с удовольствием к нам пересоединятся. Вот такая замечательная книга сказочных историй у меня в руках. И я с удовольствием сейчас прочитаю вам ненецкую сказку, которая называется «Два медведя». А сопровождать эту сказку будет музыка нашего композитора Александра Болдарева. Жили-были два медведя, «Белый медведь» и «Борый медведь». Говорят, хоть и жили они по соседству, но очень часто ссорились, иногда даже дрались. В нем ничего, поры с ним ходят, каждый сам себе промышляет. Вечер, когда возвращаются звери в свои перелоги, начинается еда. Во всей тундре крича неослышно, ну, значит, опять у них драка. Однажды медведи так вот начали драться и семь длинных дней, и семь темных ночей без. Тундру в лужу превратили, всю истоптали, разрыли, искоричили, от злости друг на друга, госпарники с горнями ворвали и кидали. Бегут, кусают, соравнят друг друга, только шерсть медвежь, как ночья медлетают. Сначала белый одолевал бурова, потом наоборот. Бурый медведь вверх начал брать, Страшно было смотреть, все двери птицы от испуга спрятались кто-кто мог. Сказка говорит, что победил в этой битьве бурый медведь. Почему? А вот почему. Бурого, густая шерсть, и сильно ударила А у белого медведя он чувствовал злобей, густая шерсть его спасала. А у белого же медведя шерсть редкая, где даже его розовое тело проглядывает. Так что он больше страдал, весь был в садинах, от рана сломил и стал сам. Устроились медведи, каждый на своем бугорке, пыхтят, из сил вывелись. Надо думать, как дальше им жить. Не жить нам с тобой на одной земле, решил белый медведь. Давай, я пойду далеко на север, к морю океан. А ты тут оставайся, живи в своей тайге и тут три. Воды холода, я не боюсь, пойду я в рак. С тех пор и живут в горы, ведь ведь бурый и медведь белый. Один у ледовитого океана среди льдов, а другой по тундре до потайки бродит. Всего вам доброго, дорогие наши слушатели! КОНЕЦ Продолжение следует...